Уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа, меня попросили сделать доклад, технологический доклад на этой конференции о развитии современных информационных технологий в лаборатории информационных технологий, но я пытался несколько пошире сказать об этом, какие тенденции развития информационных технологий, особенно в 21 веке, и как мы участвуем в этом, какие проблемы стоят перед обществом в этом направлении. Как вы видите, я не только занимаюсь тем, что организовываю эту работу в нашем институте, но и пытаюсь современной молодежи учить тем вызовам, тем информационным технологиям, которые сейчас так необходимы обществу, потому что, к сожалению, образовательный процесс, информационная технология сильно опережает образовательный процесс, поэтому программы, стандарты, которые в области IT, они постоянно опаздывают перед теми вызовами, и поэтому для того, чтобы готовить специалистов сегодняшнего дня, надо заниматься очень интенсивно в этом направлении. Некоторое историческое... Хотел несколько слов сказать о том, что информационное общество, информационные технологии имеет глубокие корни в человеческом мысли. Вы видите от них три отца-основателя кибернетики, информатики, которые хотел бы выделить. Это Джордж Буль, английский математик, который предложил Булеву алгебру, который являлся в дальнейшем основой развития вычислительной техники, Нобер Вирнер, который предложил термин кибернетики и искусственный интеллект, ну и Алан Тьюринг, который предложил понять алгоритмы машины Тьюринга. Здесь вы видите первые ИВМ, которые были созданы немецким знаменитым инженером Кондрадом Цузи еще до войны, и первая такая серьезная вычислительная машина Марк-1, которая была разработана в США. А это первая вычислительная машина, которая появилась в Объединенном институте ядерных исследований в 1958 году, еще ламповая машина, Урал-1 с скоростью выполнения 100 операций в секунду. Один из важнейших наблюдательных законов, по которым развиваются информационные технологии, это закон Мура. В течение уже 30 лет этот закон достаточно неплохо описывает развитие IT-технологий. Он говорит о том, что скорость передачи данных удваивается каждые 9 месяцев, скорость выполнения операции удваивается каждые полтора года, ну и скорость и емкость хранения информации удваивается каждый год. Ну и этот экспоненциальный рост, конечно, приводит к тому, что за последние 30 лет существенно увеличилась как пропускная способность передачи сетей, которые привели к глобализациям, проблемам глобализации, так и существенно увеличилась скорость обработки их и емкости хранимой информации. Сейчас мы говорим о современных суперкомпьютерах, мы говорим об облачных вычислениях, сейчас мы говорим о таком понятии, как big data, то есть обработка, анализ огромных массивов данных. Ну и в основном это следствие закона Мура. Конечно, огромную роль в развитии человечества сыграл интернет. Его история, хоть и короткая, но она очень показательная. То есть если мы говорим о день рождения интернета, от октября 1969 года, когда в рамках американского проекта DARPA был создан первый коммуникационный канал в Лос-Анджелесе, и это считается днем рождения интернет. Но до конца 80-х годов интернет развивался такими низкими темпами, что он не являлся никакой феноменом в развитии человечества. Но создание в ЦЕРНИ системы World Wide Web или Web, или мировой паутины привело к чрезвычайно революционным изменениям в этом. И этот феномен, который стал развиваться после этого, он, конечно, внес огромный вклад в развитие человечества. И, конечно, вот те вопросы, которые обсуждаются на этой конференции, наряду с тем положительным феноменом, который он себе представляет, конечно, появилось большое количество проблем, которые связаны с развитием человека. Сети развиваются очень интенсивно, стремительно. Вот это только один из примеров, как развивается базовая сетевая инфраструктура в Европе, так называемый рамк проекта «Жиант». И она имеет связь со всеми континентами. Я согласен, что в России в последнее время темпы развития сетей замедлились, и роль государства в этом направлении стала неадекватным. В то время, когда надо развивать наши сети, так как интеллект человеческий в России распределен, то мы практически не используем очень мощный пласт интеллекта, который существует в России. То есть вполне комфортно себя чувствуют только центральные города России, европейской части России, а Сибирь, Дальний Восток у нас находятся в чрезвычайно плохих ситуациях. Не только транспортная инфраструктура России достаточно отстает от потребностей России, но я считаю, что сетевая инфраструктура России должна развиваться опережающими темпами, чего мы не наблюдаем. Какие тенденции на развитие интернета в мире? Вот здесь есть некоторый такой сайт, в котором пытаются анализировать тенденции развития интернета в мире. И вот некоторые статистики по регионам. Вы видите Африка, Азия, Европа, Средний Восток, Северная Америка, Латинская Америка с карибами, Океанис Австралии. Это здесь вы видите на середину прошлого года, какое население в этих регионах и сколько было пользователей интернет в начале этого века и сколько пользователей интернет, грубо говоря, год назад. Вы видите, что количество пользователей интернет уже приближается 2,5 миллиарда из 7-миллиардного населения. Ну и вы видите, что, конечно, очень феноменальный рост пользователей интернет наблюдается в таких регионах, которые в начале 20 века об этом практически не помышляли. И вы видите, что там количество пользователей интернет и то, что говорится «digital divide», то есть числовое неравенство с точки зрения потребления интернет, оно как-то немножечко, вот эти границы немножечко стираются. Но очень важно не только потребление интернет, а кто создает эти информационные ресурсы. Здесь числовое неравенство, по-моему, только обостряется. Как Россия выглядит в этом пространстве? К сожалению, это, наверное, не самые последние сведения, но количество пользователей интернет в России приближается к 50%. Последние сведения тут, видите, 2010 год, но сейчас, по-моему, уже больше 50% пользователей интернет. Хорошо или это плохо? Ну, в принципе, это нормальная тенденция, это уже мы доходим до среднеевропейской тенденции. Еще один из критериев – количество пользователей Facebook и социальных сетей. Здесь, конечно, скорости достаточно быстрые, и Россия в этом смысле уже находится среди ведущих европейских стран. Ну, так как мы занимаемся научными исследованиями, особенно физикой, вот, просто интересная тенденция, какие инструменты были для физиков, например, еще только 80 лет назад. В основном это инструментом для физики было карандаш и бумага. Уже в 70-е годы, в эпоху развития вычислительной техники, мейнфрейм, то уже стали моделировать много процессов, обрабатывать, и уже несколько по-другому научные исследования стали развиваться. Ну и, конечно, как я уже сказал, феномен – это 1989 год. Вы видите терм Бернас Ли в ЦЕРНе. Под его руководством было создано то, что он называется веб, то есть предложен язык HTML, протокол HTTP, первый веб-браузер, из которого вышел практически современный интернет. И, конечно, сегодняшнее развитие науки, особенно в таких направлениях, как физика высоких энергий, науки о земле, науки о жизни, требует колоссальнейших ресурсов. Поэтому многие говорят о том, что без информационного общества, без информационных технологий развивать современную науку просто невозможно. Но мы очень активно участвуем в развитии компьютинга и обработке данных с Большого Дронного Коллайдера, поэтому хотел несколько прозрачек показать, что представляет собой Большой Дронный Коллайдер и какая компьютерная инфраструктура для Большого Дронного Коллайдера создана в мире. Вы видите это кольцо, 27-километровое кольцо Большого Дронного Коллайдера, в котором сосредоточено четыре огромные установки Atlas, Alisa, CMS и LHCB. Тут есть наглядно, как работает коллайдер, как каскад ускорителей ускоряет поток и дальше вот эти два ускоренных потока сталкиваются лбами и получаются разные реакции. И наша задача, задача собрать информацию, чтобы понять структуру материи и какие проходят процессы. Здесь вы видите, как из четырех этих установок идут потоки данных в компьютерный центр ЦЕРНа. А здесь вы видите, как обрабатываются и хранятся данные для Большого Дронного Коллайдера. Для этой цели создана уникальная компьютерная инфраструктура, глобальная компьютерная инфраструктура, в которой объединяет больше 50 стран мира, более 200 самых мощных компьютерных центров мира, в которых происходит передача, хранение, обработка, анализ и моделирование данных для получения знаний с экспериментов в Большом Адронном Коллайдере. Наш институт активно участвует и несколько российских центров участвуют в этом. Вы, наверное, знаете, что совсем недавно Нобелевскую премию было получено за открытие Бозона Хиггса. Наверное, более 200 сотрудников ОИИ является автором этого открытия наряду с другими учеными. Потому что сейчас открытия уже делают не одиночки, а огромные коллективы. И только скоординированная работа огромных коллективов с использованием самых современных информационных технологий способны получить те знания, те открытия, над которыми сейчас трудится человечество. Вот это мировая компьютерная World Wide LHC Computing Grid инфраструктура, которая постоянно занимается сбором, передачей, обработкой и анализом информации. Российские центры и наш институт весь этот век, начиная с 2000 года, активно участвуют в развитии Grid-технологии. И Grid-технология является сердцевиной этой инфраструктуры для Большого Дрома Коллайдера. Оно не только Grid-технологии используется для Большого Дрома Коллайдера, но и для многих других направлений человеческого деятельности. Вот я показываю статистику количества часов, которые разные страны предоставляют для обработки данных Большого Дрома Коллайдера. Это статистика 2013 года. Это за 9 месяцев 2013 года. Все страны вместе на эту задачу выделили и было использовано почти 13 миллиардов часов, нормализованных часов современных процессоров. Россия более 300 миллионов часов. Если количество заданий, которые были выполнены, это уже подходит к полмиллиарду, в России 13 миллионов. Здесь вы видите по этой статистике США 28 процентов, Англия 11 процентов, по 9 процентов Франция, Германия, Швейцария, потом дальше Италия, Испания, ну и дальше Россия, Нидерланды по 3 процента от этого. Много это мало, конечно мало, для России это мало, восьмое место среди всех центров, среди всех стран, которые участвуют в обработке анализов данных Большого Дрона Коллайдера. Конечно, наш потенциал выше, и я надеюсь, что в ближайший год-два мы достигнем уровня самых развитых европейских стран. Какие направления в области распределенных и параллельных вычислений в настоящее время развиваются? Можно выделить четыре такие основные направления. Это ГРИД, классический суперкомпьютинг, который меняет свои очертания, свою техническую и элементную базу, но все равно современные суперкомпьютеры являются в некотором смысле передовым фронтом IT-технологий. Последние 5-6 лет активно развивается так называемый клауд-компьютинг, облачное вычисление, которое сейчас преобразует мир информационных технологий, делает его более простым для пользователей и более эффективным. Кроме этого, если все эти три направления ГРИД, суперкомпьютинг и клауд-компьютинг в основном на выделенных ресурсах, то есть это больших суперкомпьютерных центров, дата-центров, грид-сайтов, где все ресурсы специально выделены. Еще развивается такое направление, как добровольное вычисление, когда каждый пользователь всего мира может включиться на своих ресурсах, на своем ноутбуке или даже на своем iPad, участвовать в решении каких-то задач. Таких тоже проектов достаточно. Многие всегда говорят, а зачем нужны современные суперкомпьютеры? Зачем нужны суперкомпьютеры, которые достигли сейчас скорости обработки более пета-флопсов, то есть 10 в 15 степени операции в секунду. Значит, 58-й год 100 операций в секунду, сейчас 10 в 15-й, даже уже и выше. Человечество имеет огромное количество проблем и задач, для которых нужны современные суперкомпьютеры. Вот здесь просто перечислены только некоторые задачи, например, аэродинамический анализ, но сейчас мы дошли до того, чтобы эту задачу решать. Например, лазерные оптики задачи или молекулярная динамика в биологии, за которой тоже только что была вручена недавно Нобелевская премия в области медицины. Или аэродинамический дизайн. Для таких задач еще нет суперкомпьютера, они еще только в проектах. Но если мы говорим турбуленции физики или компьютерная химия, то здесь нам еще лет 20 надо подождать, прежде чем мы смогли полноценно решать такие задачи. Согласно закону Мора, о котором я говорил, каждые примерно 10 лет мы выходим на следующий виток развития. В 1987 год мы превзошли ружбеж одного гигафлопса, но теперь каждый имеет на своем ноутбуке чаще всего по 3, и то и больше гигафлопс. 1997 мы вошли в эпоху террафлопса или терабайтов. В 2008 год мы вышли на уровень петафлопсов и петабайтов. То есть мы сейчас живем в петабайтном мире, петафлопсном мире. Вот 2018 год и сейчас интенсивная подготовка к кезофлопсу 10 в 18 степени. Поэтому сейчас многие страны создают свои программы экзофлопса как выйти на этот уровень. 2018 год это уже скоро и надо готовиться к этому. Вот интересный когда мы говорим о современных суперкомпьютерах мы говорим о том что некоторый престиж стран которые входят в топ 500 самых лучших суперкомпьютеров мира. Два раза в год топ 500 обновляется вот как раз в ноябре он будет обновляться очередной раз в июне в Европе конференция суперкомпьютерная а в ноябре в Америке и там объявляется новый топ 500. что интересно подтверждая те слова которые говорят о том что США уже не является здесь монополистом который полностью все определяет например самый мощный суперкомпьютер в настоящее время находится в Китае вот его параметры здесь его скорость это 33 или почти 34 петафлопса вот то есть в 2008 году петафлоп преодолели сейчас уже 34 вот сейчас будет тоже сюрпризы так что ситуация через месяц уже несколько изменится то есть суперкомпьютеры стали огромными огромными и не только они должны поддерживать сейчас современные коммуникации но и они уже энергоемкие организации поэтому видите сколько суперкомпьютеры современные требуют электроэнергии в России сейчас самый мощный суперкомпьютер находится в МГУ суперкомпьютер Ломоносов он пока еще доходит около одного петафлопса вот но я надеюсь что на следующий год у нас сейчас реализуется два проекта надеюсь на следующий год Россия выйдет примерно на 10 петафлопсный уровень вот и это тоже конечно существенно важно главное еще не только иметь суперкомпьютеры но иметь их воспользоваться к сожалению не все суперкомпьютеры даже которые входят в топ 10 эффективно используются и с ними знают как общаться многие суперкомпьютеры простаивают из-за того что значит пока не все готовы на таких суперкомпьютерах решат вот если мы возьмем 21 век то эволюция войти с точки зрения компьютинга и распределенных вычислений идет по уровню развития как грид технологий так софтвер из-за сервис и клауд компьютер вот современное развитие научных исследований медицинное государственное управление высокотехнологической промышленности инновационного бизнеса требует совместной работы многих организаций по обработке большого объема данных в короткие сроки потом никакой современный мегапроект и современная система управления она невозможно без таких технологий к сожалению ни один практический университет в России не готовит специалистов в этой области даже в МК МГУ только совсем недавно начал готовить специалистов в области параллельных вычислений а вот в области клауд компьютинга или грид технологии или в области обработки больших данных анализа больших данных по-моему ни один еще университет в России не готовит специалиста но несколько слов о том что концепция грид которая была предложена в конце прошлого века существенно изменила ландшафт эти технологии в мире и здесь вы видите отцов основателей грида это Ян Фёстер Карл Кассельман из Арагонской национальной лаборатории их книга которая в течение 10 лет была таким бестселлером среди всех книг очень важно что в гриде все организовано в виде не отдельных пользователей а именно объединение людей виртуальных организаций которые занимаются едиными задачами может быть при объединении географически распределенных организаций поэтому вот именно виртуальная организация становится тем ключевым понятием объединения людей в современном информационном обществе вот на семинаре который проходил в Церне при открытии Бозона Хиггса было сказано что без организации грид-инфраструктуры на НЛЧС было бы невозможно обрабатывать и хранить колоссальный объем данных поступающих колландеров и значит совершать научные открытия сегодня ни один крупный проект не осуществим без такой организации но теперь я перейду к нашей лаборатории и коротко расскажу о тех результатах которые мы получены в развитии IT технологии в последнее время наша лаборатория является одной из лабораторий в объединенных институте исследований с понятной задачей что наша задача это обеспечить полный набор IT решений для OEI для всех базовых установок для всех коллабораций которые участвуют наши физики и другие ученые значит мы разделяем наши деятельности на три уровня три мега уровня это сетевой уровень ресурсной и прикладной значит основные направления нашей деятельности это развитие IT инфраструктуры начиная с сетевой сетевой вычислительной программной информационной а также математической программной поддержкой исследований проводимой в OEI развитие поддержки пользователей подготовки и переподготовки IT специалистов не только для России но и для других стран и корпоративно- информационная система вот значит наш институт всегда был на пике достижения в области коммуникации в первую очередь вы видите тут краткая история какие коммуникации мы имели последние там 20 лет вот последнее время мы 4 года назад создали очень мощный канал связи между Дубной Москвой 20 гигабит секунды это самый мощный пока коммуникационный канал из всех научных центров России вот сейчас мы его расширяем до 40 гигабит секунду и наверное в ближайшее время выйдем на скорость 100 гигабит секунду вот это нам требуется для той деятельности которую мы проводим в рамках международных коллабораций вот наша локальная сеть тоже интенсивно развивается вот она так как мы объединяем большое количество крупных наших лабораторий то она хорошо управляема достаточно надежно эффективно функционирующий организм значит наш центральный информационно вычислительный комплекс который является грид сайтов мировой грид инфраструктуры и российской грид инфраструктуры решает очень много задач как для наших локальных пользователей как пользователей параллельных вычислений так и конечно пользователей разных виртуальных организаций которые мы поддерживаем в нашем институте но в первую очередь конечно пользователи виртуальных организаций которые выполняют анализ для большого дронового коллайдера вот за три года например у нас было выполнено около 18 миллионов задач пользователей им предоставлено 400 миллионов часов процессорного времени вот значит наша доля наша доля нашего института в россии составляет около 40 процентов и надежность и доступность всего нашего комплекса более 99 процента вот мы создали создали также удаленный центр для обработки для анализа работы комплекса на в церне атлас и CMS участвуем в большом количестве работ по развитию грид технологии совместно с церном и как бы несколько задач мы вместе с российскими центрами выполняем и отвечаем в рамках проекта грид для большого дронового коллайдера наше основное основное направление деятельности это мониторинг глобальный грид мониторинг то есть мы участвуем практически во всех проектах связано с грид мониторингом и это важнейшая задача потому что потоки данных которые возникают между всеми грид сайтами и потоки задач и огромный объем данных которые надо хранить и обеспечить их эффективное функционирование и надежное функционирование задачи чрезвычайно сложные такие задачи практически не решает пока еще ни одна компьютерная компания в мире вот из-за того что нигде еще ни в гугле ни в фейсбук ни во всех других таких потоков данных пока еще нет тех которые потоки данных есть для при обработке анализа данных большого дронного коллайдера мы участвуем в проекте который обеспечивает целостность распределенных хранений данных когда у нас данные распределены по 200 250 географически распределенных хранилищем и чтобы обеспечить корректную работу всех этих хранилищ которые работают на разных платформах на разных операционных системах и с разными средствами вот это наша задача одна из задач которую мы решаем большом адронном коллайдере значит мы также студенты мои создали такую такое приложение что как реал-тайм мониторинг функционирования грид-среде как приложение гугл и все могут смотреть как это работает мы участвуем в развитии модели компьютинга для большого дронного коллайдера и сейчас прорабатывали так называемый очередной слой вычислительных ресурсов и ресурсов хранения так называемый tier 3 очередной слой который и мы сделали полностью все системы локального глобального мониторинга для этого слоя поэтому все американские европейские центры используют то программное обеспечение которое здесь было разработано ну и самый сейчас крупный проект который мы один из крупнейших проект который мы сейчас делаем вместе с CERN это global data transfer monitoring где мы пытаемся не пытаемся а мы собираем информацию о всех передачах данных которые передачи данных которые осуществляются в рамках мировой grid инфраструктуры а это немало немало более миллиона передач в день и это и примерно полтора петабайта каждый день передавающие информации вот обо всех этих передачах мы должны получить информацию сведения и записать базу данных для анализа для того чтобы обучать специалистов и не только тех кого мы учим но и к нам приезжает из других стран специалисты мы создали такую распределенную учебно-тестовую инфраструктуру где мы сосредоточили все практически современные технологии распределенных вычислений и к нам приезжают для того чтобы получить практические навыки для работы в современной среде вот сейчас много говорят новый вызов в области IT так называемой big data большие данные вот но здесь вот некоторая схема что такое сейчас большие данные термин еще пока не устоявшийся но говорят что это если десятки сотни петабайт это уже большие данные вот здесь некоторые цифры например все объем всей электронной почты за год составляет примерно 3 экзабайта то есть 3000 петабайт то есть мы уже как бы по электронной почте уже выходим на экзабайтный диапазон вот например все что находится в фейсбуке это 182 петабайта а вот одного из эксперимента только данные одного из экспериментов атлас на большом адронном коллайдере 130 петабайт почти столько сколько во всем фейсбуке и побольше чем во всем все индексы в гугле вот ну здесь youtube и прочее они уже конечно составляют меньшую или например все все записи медицинские записи они еще пока не доходят до этого уровня вот такого и вот сейчас конечно количество этих данных будет конечно существенно увеличиваться как обеспечить работу с такими данными как обеспечить анализ и хранение этих данных задача чрезвычайно сложная вот сейчас мы вместе с нашими коллегами из брукхельской профессиональной лаборатории США и университета Юта участвуем в реализации очень большого проекта который финансируется организацией ДОИ департамент энергетики США о том чтобы на примере тех технологий которые были разработаны для эксперимента Атлас вот так называемая среда панда и мы эту среду панду сейчас адаптируем для решения для решения многих других задач не только для обработки данных большого дронного коллайдера причем с использованием всех возможных ресурсов суперкомпьютера облачных вычислений гугла и так далее нам на растерзание дали суперкомпьютер который второй сейчас в мире после китайского так называемый Титан который находится в окрижской национальной окриже с этими ресурсами и мы над нем сейчас выполняем те работы для того чтобы обрабатывать огромный массив данных и обеспечить это для других прикладных областей но самый важный проект который мы сейчас участвуем вместе с Курчатовским институтом это создание центра хранения данных для для большого дронного коллайдера уровня тир-1 это очень важный и престижный проект мы выполнили уже первый этап и до следующий год мы должны полностью выполнить эту работу и встретить как бы продолжение работы большого дронного коллайдера во всеоружие чтобы наши центры в России активно участвовали не только в обработке анализа данных но и в хранении этих данных значит проект сложный потому что мы должны иметь 100% надежность и доступность 100% это значит что не более 4 минуты в году мы можем не работать значит обеспечить 100% надежность и доступность требует колоссальных усилий зарезервирования и очень надежной работы всех наших устройств вот здесь наши планы наши планы на ближайшие три года как мы будем увеличивать нашу вычислительную мощность системы хранения ленточные роботы ленточные библиотеки и прямая скорость передачи данных с ЦЕРНа вот таких параметров мы должны достигнуть для того чтобы решать такие задачи это нам поможет в дальнейшем и работать с российскими мегапроектами которые есть ну вот здесь вот фотографии всех тир-1 центров которые в мире есть это на базе самых ведущих лабораторий мира ну и вот теперь на этом картинке появились две организации это Курчатовский институт мы имеем широкую программу развития со многими странами мира практически со всеми со всеми странами участницами у нас имеются проекты вот ну кроме айти инфраструктуру мы много участвуем математическо алгоритмической программной поддержки исследований проводимого я и вот но из-за недостатка времени я не буду подробно об этом останавливаться у нас очень хороший уровень математической поддержки алгоритмической поддержки экспериментальных и теоретических исследований проводимого я и только пролистая несколько примеров это значит расчеты магнитных систем для российских и других других организаций моделирование столкновения тяжелых ядер например золото золото который будет ускоряться на нашем коллайдере ника мы участвуем в система в разработке алгоритмов методов быстрого анализа события мегапроекта который реализуется в германии в дармштадте себе и нашими специалистами достигнуты рекордные показатели по эффективности вот участвуем в адаптации многих пакетов программ для работы параллельной и гибридной среде для этой цели мы создаем специальный гибридный кластер для где графические процессоры активно используем создаем инфраструктуру облачных сервисов для поддержки программного обеспечения для хостинга и для решения многих задач которые нужны нашему институту ну и конечно для нас сейчас важный проект это создание проектирования ускорительного комплекса НИКа ну и наша задача проектировать инфраструктуру распределенную инфраструктуру для этого мегапроекта ну если так просуммировать какие были у нас такие основные достижения за историю нашу сначала лаборатория вычислительной техники автоматизации я ну так некоторые примеры приведу например первый комплекс из двух ИВМ в 63 году был создан в нашем институте первый эксперимент на линии с ИВМ был тоже создан в нашем институте первый транслятор с языка фортран в России на АБСМ6 мониторная система Дубна которая была основной платформой для всего Советского Союза и не только Советского Союза операционная система Дубна первая локальная терминальная сеть вот как мне сказали я об этом не знал что первый веб-сайт в России был создан в ИЯи тоже в 93 году первый веб-оракл интерфейс за 5 лет до того как этот продукт был сделан в оракле и был сделан здесь мы участвовали в адаптации всего церновского программного обеспечения на платформу Linux Windows мы имеем самый скоростной канал и наибольший трафик среди всех российских центров самый эффективный надежный производительный грид-сайт в России ну и достаточно в последнее время участвуем во многих престижных проектах спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok